Фильтр Фильтр является необходимым устройством, которое прежде всего отвечает за биологическое благополучие в аквариуме. Задача фильтра – очистить воду от механических загрязнений, находящихся в воде, провести биологическую и, если требуется, химическую очистку. Однако следует помнить, что он требует регулярного обслуживания. Картриджи фильтра забиваются, и их нужно регулярно чистить или менять. Хороший фильтр очищает воду в три этапа. Механическая фильтрация – это задержка различных загрязнений при помощи различных видов фильтрующих компонентов фильтров. Биологическая фильтрация осуществляется при помощи различных полезных бактерий, поселяющихся на картриджах, которые удаляют из воды токсичные соединения аммиака, нитритов и нитратов. Химическая фильтрация основана на адсорбации вредных веществ из воды, например, через активированный уголь. Часть фильтрационных картриджей можно использовать достаточно долго, регулярно очищая их, предпочтительно в воде из аквариума. Картриджи, которые не нужно полоскать, а регулярно заменять новыми, не реже одного раза в месяц, – это картриджи с активированным углем. Как часто я должен чистить картриджи в фильтре? Начнем с внешних фильтров Tetra X Plus. Если мы не используем фильтры с активированным углем, частота очистки зависит от степени загрязнения фильтра. Конечно, если мы заметили снижение эффективности фильтра, значит пришло время его чистить. Отключив фильтр от сети и закрыв клапаны подачи воды, отключаем адаптер, забираем фильтр для очистки. В голове фильтра очищаем ротор и гнездо ротора. Заменяем на новую прокладку тонкой очистки из синтепона. Остальные промываем в воде, слитой из аквариума. Собирая кассеты с картриджами после профилактического обслуживания, не забываем вставить в нижнюю капсулу бактазим. Обращаем внимание на порядок и правильное размещение контейнеров с картриджами. Керамические кольца размещаем в самом низу, затем крупнопористую губку, биошары, крупнопористую губку, если есть необходимость, активированный уголь и последняя стадия – синтепоновая прокладка тонкой очистки. Также рекомендуем использовать инновационные шары из биополимера Tetra Balance Pro Line, на которых поселяются и работают бактерии-денитрификаторы, очищающие воду от нитратов. Их закладываем вместо угольного картриджа. Очищаем шланги фильтра при помощи ёршика Tetra. Теперь фильтр готов для дальнейшей работы. Для очистки корпуса фильтра можно использовать специальные салфетки Tetra Easy Vibes. Снижение потока выхода воды из внутреннего фильтра свидетельствует о необходимости его очистить. Как это сделать? Очень просто. Отключить фильтр от сети. Не обязательно доставать его из аквариума целиком. Достаем только кассету с картриджами. Благодаря специальной конструкции контейнера, собранные на губку загрязнения остаются внутри кассеты и не попадают обратно в аквариум. Промыв губки в аквариумной воде, возвращаем их на место, не забывая добавить капсулу бактазим. В случае с фильтрами Tetra Easy Crystal очистка и техническое обслуживание чрезвычайно просты и удобны. Просто один раз в месяц достаем старый картридж и меняем на новый. Даже нет необходимости мочить руки, а вся процедура занимает буквально минуту. Мы можем выбрать картриджи с активированным углем и без. Как и с другими фильтрами, не реже одного раза в два месяца чистим ротор, гнездо ротора и удаляем из висковый налет салфетками Easy Vibs. В компрессорах серии АПС иногда требуется замена резиновой мембраны и войлочного воздушного фильтра. Они продаются отдельно в качестве ремонтного комплекта. Мембрана, находясь в постоянном движении, подвергается естественному износу. Трудно однозначно определить жизнеспособность мембраны, но примерно через год надо быть готовым к замене. Хотя часто случается, что мембрана работает более длительный срок. Для замены мембраны и воздушного фильтра нам понадобится отвертка. Отключив компрессор от сети, отвинчиваем винты в нижней части корпуса и вскрываем. Приступаем к замене изношенных деталей. Обращаем внимание на правильную последовательность сборки. Не забываем поменять войлочный воздушный фильтр. В случае возникновения проблем с техническим оборудованием, обратитесь за помощью к продавцу в зоомагазине или свяжитесь с консультантом фирмы «Тетра» через сайт. Субтитры создавал DimaTorzok